И еще одна трагедия. В итальянском Турине пострадали полторы тысячи футбольных болельщиков во время трансляции матча между Ювентесом и Реалом в финале Лиги Чемпионов. Что произошло в фан-зоне? Подробнее в материале. На этих кадрах видно, как футбольные болельщики на главной площади Турина следят за матчем и вдруг толпу охватывает паника. Все, кто стоял в первых рядах, ближе к мониторам, где транслировали матч финала Лиги Чемпионов, не сразу поняли, что произошло. Позже очевидцы расскажут, панику спровоцировал хлопок, похожий на взрыв. Сначала я услышал взрыв, а потом увидел, как толпа людей бежала по площади. Я понимал, что если не побегу со всеми, меня просто растопщут. Я потерял обувь на ходу и теперь пытаюсь ее найти. Громкий хлопок, который фанаты восприняли как взрыв или выстрел, был лишь запуском фейерверка. Но люди, охваченные паникой, не понимали этого. Когда я услышал этот страшный звук, то потерял голову. Я побежал, что было силы, потом оказался под металлическими конструкциями. А сверху, прямо по мне, бежала толпа. Я кричал, звал на помощь, пока двое моих друзей, наконец, нашли меня и вытащили. На площади Сан-Карло, откуда убегали фанаты, полиция нашла сумки, личные вещи и даже документы. Двух человек, которые не применули воспользоваться ситуацией, арестовали за мародерство. Уже после матча главный тренер клуба Ювентус признается, расстроен не столько разгромным счетом, 1-4 в пользу соперников из мадридского Реала, сколько печальными новостями из Турина. Хотел бы напомнить, что мы переживаем из-за того, что случилось с нашими фанатами в Турине. В результате инцидента многие люди получили серьезные ранения. Мы надеемся, что все они в скором времени поправятся. Пострадавших в давке как минимум 7 человек. Среди них 7-летний мальчик. С травмами головы и грудной клетки он госпитализирован в больницу в критическом состоянии. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.